Добро пожаловать в Европу. Европа в фокусе. В конце минувшего года страны ЕС согласовали масштабную миграционную реформу. Один из основных пунктов – ужесточение контроля на границе. Однако пока, даже несмотря на холода, приток мигрантов только растет. Прежде всего, это касается более безопасных в это время года сухопутных маршрутов, в частности, балканского. Многие мигранты выбирают в качестве перевалочного пункта Сербию, которая граничит сразу с четырьмя государствами ЕС, в том числе с Венгрией. Те, кто готов платить, могут рассчитывать на помощь криминальных структур. Контрабанда людей стала прибыльным, нелегальным бизнесом. Когда Райка и его коллеги отправляются патрулировать, они полностью экипированы и хорошо вооружены. Сегодня их задача найти контрабандистов и изъять у них оружие. Место патрулирования – лес на границе Сербии и Венгрии. В лесу мы направляемся к месту, которое мы называем лагерем Амара. В честь одного из самых важных парней, его тут все знают. Амар – один из главных местных контрабандистов. «Мы сделаем остановку и пойдем к лагерю, чтобы посмотреть, кто там находится». Это игра в кошки-мышки в сербских лесах. Контрабандисты и беженцы прячутся, а полиция зачастую находит лишь только следы. «Пустая коробка из-под боеприпасов. Патроны для штурмовых винтовок македонского производства, как вы можете прочитать здесь». Внезапно ситуация меняется. Полицейским кажется, что они что-то нашли. Все максимально внимательны, потому что в последнее время ситуация стала хуже. Многие контрабандисты вооружены и стали частью преступной группировки. Полицейские осторожно приближаются к подозрительному месту. Оно выглядит заброшенным. Никаких следов контрабандиста Амара. Зато в нескольких метрах мы находим двух испуганных беженцев. «Вы говорите по-английски». Они из Ближнего Востока. «Откуда вы?» «Мы из Сирии. Через Турцию мы движемся к нашей семье в Германии». Их обыскивают, но полиция не находит никаких подозрительных предметов или оружия. Молодых людей отвозят в лагерь для беженцев. На этом их путешествие пока заканчивается. Но многие не оставляют попыток уехать дальше – в Западную Европу. Беженцы платят за это по несколько тысяч евро. «Сербский журналист Саша Драгойл уже много лет исследует этот тёмный бизнес. По его словам, марокканская и афганская банды поделили между собой весь рынок». «Здесь вы можете увидеть члены афганской банды 459. Они часто используют этот знак в своих видеороликах. Они не боятся его демонстрировать». «Ситуация уже давно вышла из-под контроля. Когда в приграничной зоне совершенно бесконтрольно стреляют из автоматов Калашникова и гибнут люди, то это та красная черта, через которую нельзя переступать». Но бандиты чувствуют себя всесильными. О чём говорят эти фотографии. Преступники позируют на крыше полицейских машин. А вот как они переправляют беженцев через заграждение. Эти видео сами контрабандисты размещают в интернете. Своеобразная реклама их услуг. Тем временем на сербско-венгерской границе продолжаются поиски контрабандистов. Полицейские только что получили новую наводку. По радио сообщают о подозрительном движении. Райка даёт приказ начать преследование. «Сейчас будет трясти. Держитесь крепче». Они находят лагерь, который, судя по всему, все только что покинули. «Это зарядная станция для радиоприёмника. Мы часто находим такие вещи и забираем их. Они используют их, чтобы предупреждать всех о нашем появлении». В нескольких метрах от лагеря полиция находит лестницу, а затем и людей. Все они прятались в лесу. Вся группа арестована. Но сначала надо проверить, нет ли среди них контрабандистов. Пресловутого Амара им сегодня поймать не удалось. Сеть контрабандистов сегодня трудно раскрыть. Многие преступники, занимающиеся торговлей людьми, находятся на свободе, а граница в их руках. А теперь к ситуации в Украине. Вот уже почти два года продолжается начатая Путиным война. И прекращать её он не собирается. Недавно города Украины подверглись самым массированным атакам сначала полномасштабной агрессии. И Путин в первый день Нового года пообещал даже наращивать удары. В результате таких обстрелов гибнуты мирные жители. Что касается военных, то ни Украина, ни Россия данные о потерях не публикуют. Но они, судя по всему, огромные. Кроме того, десятки тысяч украинских солдат, как написала ещё минувшим летом газета Wall Street Journal, лишились конечностей. Процесс реабилитации и помощь близких для таких военных значит многое. В год Черногорию посещают более двух миллионов туристов, в том числе из постсоветских республик. Эти доходы важный вклад в экономику балканской страны. Однако массовый туризм порождает и проблемы. Это остро ощущает средневековый город Котор. Он является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и популярен среди туристов. Однако круизные лайнеры, заходящие в Которский залив, наносят вред историческому порту и являются угрозой для хрупкой экосистемы. Тревогу бьют не только учёные. Негативные последствия, связанные с круизными лайнерами, обсуждают и в Норвегии. Она имеет протяжённую береговую линию, и её фьорды – одни из самых популярных достопримечательностей страны. Самый известный из них – Гейрангерфьорд. К примеру, включён в список всемирных наследия ЮНЕСКО. Чтобы сохранить эту экосистему, парламент Норвегии принял решение, что с 2026 года этот район должен стать зоной с нулевым выбросом. Заходить во фьорд смогут только круизные лайнеры и суда на электрической тяге. Проблема в том, что их пока мало. Поэтому многие, хотя и считают решение правильным, надеются, что его вступление в силу отложат. Иначе число туристов в Гейрангерфьорде резко сократится. Норвежские фьорды от местных пейзажей на западном побережье страны захватывает дух. Уникальная природа привлекает тысячи туристов со всего мира. Именно сюда они особенно стремятся попасть – Гейрангерфьорд. Франк Оле Бонсакзон следит за швартовкой этих гигантов. «Для нас здесь эти корабли – средство к существованию. Швартоваться или возить туристов. Многие живут этим и не имеют альтернатив». Корабль наконец пришвартован. А вот и они, пассажиры лайнера, прокладывают себе путь через сувенирные магазины и рестораны к смотровым площадкам. Ежегодно в этот крошечный городок приезжает около 400 тысяч туристов. Правительство Норвегии планируют сократить этот поток и, прежде всего, сократить выбросы, полные углекислого газа и сажи. С 1926 года суда, работающие на дизельном топливе, заходить сюда не смогут. «Круизные лайнеры производят наибольшее количество выбросов в атмосферу в мире в расчёте на одного пассажира и пройденное расстояние. Они загрязняют наши фьорды. Именно поэтому все партии в норвежском парламенте решили, что здесь больше не должно быть никаких выбросов». Это довольно сложная задача для отрасли. В конце концов, большинство круизных лайнеров по-прежнему работают на дизельном топливе. Это судно обходится без него. Эврибия причаливает к другому пирсу в Гейрангерфьорде. Микелия Франсиони верит, что круизы безвредных выбросов возможны. В машинном отделении он демонстрирует гордость компании – судовые двигатели, работающие на жиженом природном газе. «Это большой шаг вперёд. Это даёт нам возможность в будущем использовать другие альтернативные виды топлива, которые выделяют меньше углекислого газа. Важный шаг на пути к нулевым выбросам». Сжиженный газ вместо дизельного топлива – это означает значительно меньшее количество выхлопных газов. Также экономится энергия при эксплуатации корабля. Центральное отопление и подогрев бассейна осуществляются за счёт судовых двигателей. Однако на капитанском мостике пока не могут полностью обойтись без дизеля. Если ветер особенно сильный, капитан может переключить систему одним нажатием кнопки. «Если вы здесь переключите, то корабль больше не будет сжигать жижный природный газ, а перейдёт на дизельное топливо. Это заставляет двигатели работать немного быстрее и эффективнее». Этот корабль – гордость флота, в Норвегии этого мало. «Если они хотят заходить в наши фьорды, то это глупость, потому что СПГ далеко не всегда избавляет от вредных выбросов. По сравнению с другими видами ископаемого топлива он улучшает показатели на 20-25%. Этого слишком мало». Пока же для фьордов подходят только такие корабли. Этот лайнер работает на электричестве. Однако заряда огромных аккумуляторов хватает только на 4 часа. Остальное время он работает на жиженом газе. «Начало для более экологичных круизов положено, но дел ещё много. Если правительство Норвегии будет стоять на своём, то в Гейрангер будет приезжать меньше туристов. И местные жители почувствуют эффект», – читает Франк Оле Бон Саксен. «Мы понимаем, что должны что-то делать для окружающей среды, но всё это произошло очень неожиданно. Я с трудом могу представить себе последствия. Но я боюсь, что те из нас, кто живёт здесь, лишатся средств к существованию». Поэтому капитан Порта и многие жители Гейрангер Фьорда надеются на переходный период, чтобы туристы могли и дальше пребывать сюда на круизных лайнерах. И в заключении выпуска сюжет о необычном коллективе из Великобритании. Его участники – люди с синдромом Дауна. На сцене они перевоплощаются, используя женские образы. Искусство для них не только важная часть жизни, но и символ бунта против общества. В Берлине у них премьера. Это участники «Драк Синдром» – первой профессиональной танцевальной группы для драк-артистов с синдромом Дауна. Чувство, которое я испытываю, когда я на сцене, я становлюсь сам собой. «Здравствуйте, я Ник. Он же Никита Голд. Я Адам Уайлд или Леди Меркурий. Леди Меркурий довольно надежная. Она любит работать и выпендриваться». Ник, Адам и другие участники «Драк Синдром» на сцене перевоплощаются в различные женские образы. Для них это бунт против общественных установок. И они получают от этого удовольствие. Больше разнообразия – это важно для них, как для людей с ограниченными возможностями. С момента создания группы в 2018 году британские танцоры уже выступили на сценах разных континентов, в том числе на знаменитом фестивале Гластенберри и появились в модном журнале. «Я танцую уже 10 лет. Я очень люблю танцы, поэтому я хочу заниматься ими постоянно». Люди с синдромом Дауна на сцене – всё ещё большая редкость. «Но танцоры планируют побудить и других людей заниматься любимым делом». «Всё было замечательно. Главное – сделать любимое дело доступным и заметным». «Слово «разнообразие» звучит отовсюду, но вопрос в том, где оно применяется на практике. Я никогда не видел подобного шоу». «Артистам есть что сказать своим критикам». «Ну и что, что я чувак, переодетый в женщину? Неважно. Я просто живу своей жизнью. Я просто говорю, что быть свободным – это нормально. Занимайтесь своими делами, делайте то, что должны. И помните, будьте дивой». Пишите нам, какой репортаж понравился вам больше всего, и ждём ваших предложений, сюжет на какую тему, вы ещё хотели бы увидеть в одном из наших следующих выпусков. Подписывайтесь на наш канал, если ещё этого не сделали. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!